Самооценка, откуда она берется и как ее развивать, как ее усиливать. Изначально есть данность, с которой ты пришел. Ты родился вот с таким количеством своей силы, и твоя самость, твоя самооценка как бы высокая. И такие люди на самом деле есть, и там не важно, какие родители практически будут. Они сами по себе почему-то вот такие. Но люди, которые пришли с менее высокой самооценкой, на их поведение очень сильно влияют родители. И для девочек очень важно, чтобы любил папа. Чем больше будет папа любить свою дочь, тем выше самооценка дочери будет. А для мальчиков очень важна мама. Чем больше мама давала любви, тем больше выше самооценка будет у ее сына. Детей нужно просто любить, чтобы у них была самооценка, больше ничего не надо. Только любовь и вера в то, что ребенок справится. Понятно, там английский язык воспитания, казахский язык воспитания, русский язык воспитания, математика и так далее. Этим надо всем заниматься. Но основной посыл – любовь. Чаще говорите своим детям, я тебя люблю. По 8 раз в день, по 9 раз в день можете это проговорить. И ребенок будет понимать, что его любят, что за ним кто-то стоит. И даже если он будет там на другом конце света, он будет понимать, что его любят, этого будет достаточно для того, чтобы была уверенность внутри. Но когда люди говорят, я здесь себя чувствую неуверенной, как поднять самооценку и самоуверенность? Это нужно просто взять ту сферу, в которой ты слабый, ее нужно просто усилить. Пойти надо учиться, получить определенные навыки, надо больше практиковать. И тогда твои самооценки будут подниматься. Допустим, со взаимоотношениями с противоположным полом. Есть тренинги по пикапу и так далее. Можешь пройти, усилиться и пойти дальше. Если ты не уверен в деньгах, иди заработай денег, станешь уверен в деньгах. Вся жизнь работа над собой. Нет такого, чтобы ты лежа и тебе вот, ну хотя у некоторых есть, но не так у всех. Лежа на спине, зарабатывает очень мало людей. Если самооценку не прорабатывает, то ты будешь болтаться где-то там, в середнячках где-нибудь, да, или может чуть пониже будет. Низкая самооценка приводит к тому, что человек начинает схлопываться. Вы замечали люди, которые там к 40 годам, вот я очень часто, ну не часто, вот наблюдаю некоторых людей, к 40 годам они вот ни разу не были женаты там или не выходили замуж, да, и до сих пор живут с родителями. То есть они замыкаются, они даже в социуме разговаривают, это очень тяжело. Их социальный капитал очень маленький, их интеллект, словарный запас очень маленький, потому что они постепенно с подросткового периода замыкали, замыкали, замыкали. И с 40 годами это сильно закомплексованный человек, который не может правильно излагать свои мысли. Внешность нужно просто написать и выписать все те черты своего лица или каких-то дефектов, которые тебе кажутся, прописать, и надо говорить, я имя там такое лопоухие, узкоглазые, толстые, я люблю себя таким в конце, и все. И каждый раз, когда ты будешь проговаривать, оно будет тебя успокаивать. Твое непринятие себя ведет к тому, что ты себя критикуешь, и твоя самооценка схлопывается. Поэтому очень важно принять все свои дефекты и полюбить себя таким, какой ты есть, сам. И тогда тебя примут уже люди. Пока ты свои дефекты в себе не принимаешь, тебя не примут люди вокруг. Как только у тебя будет принятие себя, все отвалятся. Если это реально не увечья, то я думаю, что операцию не стоит делать. Сейчас наращивают уже, там попы, сиськи, там губы накачивают, еще что-то. Мне кажется, проще себя принять таким, какой ты есть, и это будет твоя индивидуальность. Но если там, я не знаю, ожог или реально шрам, то, конечно, его лучше исправить, если это возможно. Если невозможно, то придется принять.